Добрый день! Вы смотрите Итоги дня. С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновск области 22 ноября, расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Пособие на детей и статус ветерана боевых действий. Президент подписал новые законы. Победил простор. На площадке бывшего Сворского училища может появиться бутик-отель и здание художественного музея. Последствия непогоды и лекарственное обеспечение, что обсуждали на штабе по комплексному развитию региона. В Ульяновск области поймали 36 нетрезвых водителей. Президент Владимир Путин подписал ряд федеральных законов, которым упростят жизнь родителям с детьми и семьям мобилизованных. Так, с 1 января 2023 года появится единое пособие для семей с детьми. Данная выплата объединит ряд действующих мер поддержки, включая финансовую поддержку беременных, которые встали на учет на раннем сроке беременности и выплаты семьям с детьми до 17 лет. Если их семье несколько, то пособие будет назначаться на каждого ребенка. С 2012 года постепенно выстраивалась система поддержки семьи с детьми. Сначала внедрялось пособие по уходу за первым ребенком, потом пособие при рождении третьего ребенка, потом пособие при постановке на учет на ранние сроки по беременности и родам, пособие при возрасте детей с 3 до 7 лет, с 8 до 17. То есть постепенно, постепенно, на протяжении 10 лет внедрялись данные механизмы. При назначении пособия будет учитываться доход семьи, движимое и недвижимое имущество, трудовой потенциал. Таким образом, размер выплаты будет составлять 50, 75 или 100% от размера регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. Также президент страны подписал закон о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в спецоперации. Все те, кто по зову сердца вступил в ряды добровольных формирований, получат статус ветерана боевых действий. Кроме того, документ устанавливает статус инвалида боевых действий для тех, кто получил серьезные ранения. Действие закона распространяется со дня начала специальной военной операции. Еще одним важным законом стало освобождение от налогообложения выплаты участникам спецоперации. Соответствующие поправки уже вносятся в Налоговый кодекс России. От НДФЛ и страховых взносов освобождаются военнослужащие, контрактники, добровольцы, а также члены их семей. Налог не будет взыматься с помощью, полученной с 1 января 2022 года. Традиционный штаб по комплексному развитию региона в правительстве начали с вопросов коммунальных. За несколько дней выпала декадная норма осадков, да и температура скачет. Люди недовольны очисткой тротуаров. Валентина Никонова подробнее. На прошлой неделе в Ульяновской области работала делегация из Белоруссии. В течение трех дней удалось провести десятки переговоров и достичь конкретных результатов. Коллеги заинтересованы в совместном развитии микроэлектроники и машиностроения. В частности, подписано соглашение между Ульяновским филиалом АОСОГАЗ и по торговым домам АКРО о поставках колесной техники производства МАЗ в 2023 году. Достигнуты договоренности по кооперации в авиастроении. В следующем году белорусские предприятия планируют наладить поставку деталей и эгрегатов на Авиастар и Аэрокомпозит. Делегации отдельно обсудили открытие прямого рейса в Минск в 2023 году. Дополнительно подписали соглашение между Ульяновской торгово-промышленной палатой и Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты. Еще одна важная задача, которую озвучил Алексей Русских – переселение из аварийного жилья ускоренными темпами. Мы обратились в фонд содействия реформирования ЖКХ с дополнительной заявкой на получение финансирования для реализации программы переселения из аварийного жилья. Регион планирует дополнительно получить 144 миллиона рублей из средств Федерального фонда ЖКХ. Выделенные средства позволят завершить переселение домов Ульяновской области, признанных аварийными до 1 января 2017 года. На территории региона проходит тематическая неделя национального проекта «Демография». Проект направлен на сохранение благополучия граждан, активное долголетие и повышение благосостояния. На данный момент уже удалось освоить 85% денежных средств, которые были выделены. А это 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Основными направлениями является открытие ясельных групп. И на сегодня, в этом году мы уже открыли детский сад на 55 мест селе Сосновка Корсунского района. Также на завершающем этапе у нас находится открытие детского садика на 280 мест на улице Отрадной. На сегодня ремонтные работы уже завершены и проходит процедура лицензирования. То есть до конца года детский сад откроет свои двери для наших детей. В Ульяновской области более 13 тысяч километров автомобильных дорог. Из них 4700 километров дороги регионального и межмуниципального значения. В регионе активными темпами ведут мониторинг зимнего содержания дорог. С 17 ноября наблюдались перепады температур. Чтобы справиться с последствиями непогоды, всю дорожную технику привели в состояние готовности. У нас на территории области 26 пескобаз расположено. Порядка 300 единиц техники мы уже подготовили к зимнему содержанию. Провели необходимые работы техобслуживания. Соответственно, техника уже готова к тому, чтобы, собственно говоря, работать в полном объеме. В Ульяновской области снова растет заболеваемость коронавирусом. За неделю число заражений увеличилось в 1,3 раза. При этом по области регистрируется больше случаев заражений, чем в городе. В части стационарного лекарственного обеспечения в настоящее время оперативная обеспеченность государственных учреждений здравоохранения находится на достаточно высоком уровне и составляет 87% по лекарственным препаратам и 91,5% по изделиям медицинского назначения. Периодически возникает в связи с наличием дефектуры на рынке лекарственных препаратов проблемы по отдельным наименованиям лекарственных препаратов, таких как депакин в сиропе, галоперидол в растворе и так далее. На аппаратном совещании также обсудили качество работы управляющих компаний по уборке дворов. Глава города Дмитрий Вавилин и его подчиненные обнаружили в Ульяновске 92 адреса, где управляющие компании плохо обслуживают веренную им территорию зимой. Пять управляющих компаний плохо справились с уборкой снега. Из хороших новостей. Подготовка к Новому году уже началась. Ульяновскую область украсит к празднику. Правда, экономно. Новый гирлянд и светящихся фигур в этом году закупать не будут. В связи с необходимостью экономить средства. Валентина Никонова, Юрий Конихин, Уллправда ТВ. Состоялось второе заседание жюри открытого всероссийского конкурса на разработку архитектурно-городостроительной концепции развития бывшей территории Ульяновского Суворовского училища. Экспертная комиссия выбрала победителя конкурса. Какой проект одобрен к реализации, расскажет Ирина Антонова. Еще в сентябре по итогам открытого всероссийского конкурса на разработку архитектурно-городостроительной концепции развития бывшей территории Ульяновского Суворовского училища жюри определило трех финалистов. Это объединение независимых организаций, которые занялись разработкой конкурсных проектов. В их числе ульяновская архитектурная компания «Простор» совместно с архитектурным бюро «Осадова», московская компания «Прайд» с Симбирск проектом и петербургской компанией «Туби Архитекст» с ульяновской компанией «ВМП». Призовой фонд конкурса составил 3 миллиона рублей. Каждый из финалистов представил свой вариант развития конкурсной площадки. На самом деле все финалисты очень интересные варианты развития территории предложили. Что, на мой взгляд, немаловажно, что эти варианты можно даже будет комбинировать. То есть, вы знаете, территория сегодня разделена уже на три планировочных квартала красными линиями Краснознаменного переулка и улицы Льва Толстого. Соответственно, у нас есть, скажем так, три слагаемых, которые можно так или иначе миксовать. И интересные решения есть в каждом консорциуме, скажем так, уникальные, есть что-то объединяющее. На суд жюри было предложено 4 проекта развития территории, а не 3. Консорциум под лидерством ТПО «Прайд», который работал совместно с ульяновской группой компании «Симбирск проект», подготовил два конкурсных предложения. Наш вариант представляет концепцию, когда восстанавливается городская разрушенная ткань, восстанавливаются улицы, которые сложились на этой территории еще в 17 веке, структура кварталов и главная доминанта – Троицкий храм. Вот это главная позиция нашей градостроительной идеи. Одна из других задач – это сохранить историю этого места. Компаньон «Симбирск проекта» – московская компания «Прайд» представила свое видение территории. К слову сказать, ее возглавляют бывшие выпускники политеха, для которых ульяновск – малая родина. Реализацию своего проекта они оценили в 7 миллиардов рублей, который должен окупиться в 6 лет. Исторический каркас этого места сформулирован тремя кварталами. Один из кварталов – это культурно-исторический кластер. Второй – это культурно-образовательный. И третий – это бизнес-квартал, где могут размещаться малые предпринимательства и тем самым давать динамический рост среды вокруг. Консорциум под лидерством ульяновской архитектурной компании «Простор» выступил с концепцией концентрированного города, в котором собралось многообразие яркой городской жизни. Что включает жилой комплекс, аллею славы, филиал художественного музея, площадь Суворова, бутик, отель, арт-кластер для молодежи, музей истории, каворкинги, мастерские, парк с амфитеатром и смотровыми площадками. Сумма реализации проекта – почти 9 миллиардов рублей. Культура и образование – это два основных момента, но мы понимаем, что эти моменты не будут работать без третьей составляющей, которую должна этот проект запустить. Речь идет о каком-то масштабном инвестиционном проекте, который тоже должен на этой территории появиться. Поэтому здесь речь идет о синтезе функций, я бы это назвал, что это бизнес, наука и искусство. Проект поддержал Министерство искусства и культурной политики региона, а Ульяновский художественный музей выступил садокладчиком, поскольку проект ориентирован на его развитие. Питерско-Ульяновский проект на фоне предыдущих выглядел очень скромно. Сумма реализации, по мнению руководителей компании – 2 миллиарда рублей. Мы пытаемся создать синтез различных сфер наука, творчества, искусства, ведь именно на пересечении этих сфер происходит самое интересное открытие и прогресс. Я хочу еще добавить, что мы не забыли и о местных предпринимателях. То есть мы для них тоже предусмотрели определенные площади, площадки, где они могут размещать свои, особенно местные значения, товары. Окончательный выбор победителя проходил за закрытыми дверями. В состав жюри вошли министр искусства и культурной политики региона Евгений Сидорова, помощник губернатора по архитектуре и градостроительству Ольга Мельникова, директор музея-заповедника «Родина Ленина» Ирина Котова, глава города Ульяновска Дмитрий Вавилин и почетный архитектор Российской Федерации Татьяна Дарасова. Возглавил жюри первый заместитель губернатора региона Игорь Эдель. В итоге первое место и полтора миллиона рублей отдали консорциуму под лидерством «Простор». Второе и один миллион рублей – «Прайду и Симбирспроекту». Третье – 500 тысяч рублей – «Туби Архитекс и ВМП». По словам Ольги Мельниковой, дальше предстоит еще более длинная и интересная работа. Конкурс – это лишь толчок для дальнейшего изучения данной территории. Выбранный проект не является догмой. Это инструмент для представителей региональной власти. Посмотреть на бывшую территорию Ульяновского Суворовского училища уже более глубоко и развивать ее. Ирина Антонова, Данил Сурков, Уллправдотовы. Ульяновские студенты изготовили и отправили противооткатные буфера для мобилизованных из 31-й бригады. Ребята за короткий срок выполнили заказ, тем самым оказали большую поддержку нашим военнослужащим. Что такое противооткатные буфера и для чего они нужны, расскажет Кирилл Савосин. Студенты Ульяновского колледжа строительства и права изготавливают противооткатные буфера для мобилизованных 31-й отдельно десантно-штурмовой бригады. Заказ был получен от руководителя военно-патриотического центра колледжа, который был мобилизован и сейчас находится в рядах армии. Первую партию из 8 буферов отправили и уже приступили к изготовлению еще 8 изделий. Роль такая, что они служат для того, чтобы зафиксировать колесную пару на земле, чтобы при выстреле это устройство оставалось на месте, не повредив операторов. Изготавливали противооткатные буфера студенты 3-х и 4-х курсов. Из необработанной доски до готового изделия проходит 2 часа. Для начала подбирают подходящий материал, затем пилят по длине и ширине и сколачивают гвоздями. Так надежнее, чем саморезами, утверждает один из студентов. Каждый из ребят решил помочь нашим солдатам добровольно, от чистого сердца. Для нас значение имело очень большое, потому что надо было все это сделать в очень кратчайшие сроки, потому что там находятся наши ребята, наши граждане. Им надо помощь какая-то, которую они требуют. Ну и соответственно мы все это сделали, все успели, все отправили, помогли им. И думаю, что наши работы были проделаны не зря и мы им помогли очень сильно. Студенты Ульяновского колледжа строительства и права также собирают гуманитарные наборы для мобилизованных. А сейчас помогают их семьям, кто живет в частных домах по хозяйству. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ. Выпил – не садись за руль. Всем известное правило, к сожалению, часто игнорируют. Как итог, поездка может оказаться губительной как для водителя, так и для пассажиров, пешеходов и водителей других авто. Именно поэтому региональная госавтоинспекция регулярно проводит акцию «нетрезвый водитель». Вождение под градусом еще никого не доводило до добра. Регулярно в новостной ленте появляются сообщения о ДТП с участием нетрезвого водителя. А благодаря регулярному профилактическому мероприятию «нетрезвый водитель» инспекторы ловят не один десяток нарушителей. Так и в этот раз в регионе задержали 36 пьяных за рулем. Некоторые из них отказались проходить медицинское освидетельствование. А пять водителей и вовсе попали из-за повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения. Помните, что вождение транспортного средства несовместимо даже с легкой степенью опьянения. Необдуманный поступок может привести к неповторимым последствиям. Безопасность на наших дорогах зависит от каждого участника дорожного движения. Пик количества водителей под шофе – вечернее время и выходные. В это время дорожно-постовая служба старается останавливать каждого. Ряд дежурных вопросов, проверка документов. За это время сотрудник ДПС успевает осмотреть салон и присмотреться к водителю. А при возникновении подозрений просят пройти в дежурную машину и провериться на алкогольное опьянение. За прошедшие 10 месяцев текущего года на территории Ульяновской области по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, произошло 62 дорожных транспортных происшествиях, в которых 29 человек погибли и 77 получили травмы в различной степени тяжести. За управление автомобилем в нетрезвом виде нарушителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. Если же автовладелец нарушает закон во второй раз, то ему грозит уголовная ответственность. Сообщить о водителях, находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении, можно по телефону 112 или по специально выделенным телефонным линиям 736 735 736 736. Анна Тищенко, Олправда ТВ Сказка про любовь, дружбу, взаимопонимание. Зритель может сам придумать продолжение. Это основная задумка учеников детской школы искусств номер 7. В этом году они участвуют в конкурсе «Театральное привожье». Репетируют на площадке Ульяновского театра кукол. Изюминка постановки – пластика рук. Руководство призналось, это направление ребятишки начали только осваивать. Но, как убедилась Александра Никитина, вполне успешно. У меня нет капельки. Понимаешь? Ну что ты ко мне пристал? Если тебя нет, то и меня нет. Понял? С классической версией знакомы все. Но сегодня в наш объектив попала новая интерпретация сказки Сергея Козлова. Роли любимых героев на себя примерили ученики детской школы искусств номер 7. С виду колючий, неприступный, внутри добрый и ранимый. Черты характера ёжика как никогда точно показал юный актёр Роберт. А вот его коллега Софья играет шустрого зайца и беззаботного медвежонка. Но самая сложная её роль в этой постановке – звезда. Не так-то просто. Свети для каждого. Например, заяц чаще всего вклинивается в дружбу ёжика-медвежонка, как бы третий лишний. Но и в жизни такое тоже частенько бывает. Пытается как-то завоевать внимание. Насчёт звёзд было и вправду очень сложно. Это было как-то необычно. Снимать, закрывать рукава, чтобы были видны перчатки. Танц со снежинками тоже было довольно сложно, потому что у нас хореография не так часто присутствовала. Добавить что-то новое в спектакль решила Марина Мозилкина. Преподаватели – верный наставник ребят. Пластические элементы стали изюминкой постановки. Это отличит ульяновских актёров из общей массы в грядущем конкурсе «Театральное привожье». Здесь будут белые перчатки и, собственно говоря, на тёмном фоне звёзды. То есть такая вот работа пластическая наша совместная с Дарьей Вадимовной Костяевой, нашим хореографом. И спектакль начинается с пластики и заканчивается пластическими этюдами. Работа рук. В фестивале участвуют ребята от 6 до 17 лет. Жюри выберет 28 лучших спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа. Победители получат грант на развитие своего творчества. Тот, кто заберёт золото, станет обладателем 250 тысяч рублей. Мы знаем, что с этого года во всех общеобразовательных организациях создаются свои школьные театры. И как раз именно театральный приволжье станет хорошей площадкой, чтобы дети смогли проявить свои способности уже, да, показать свои навыки и попробовать свои результаты и успехи на большой сцене. Победители выберут сразу в нескольких номинациях – персональных и коллективных. В этом году также оценят художественное и музыкальное оформление. Заявку на участие можно подать до 22 ноября. Для этого нужно отправить видео-версию спектакля на электронную почту В селе Баевка Павловского района осветили храм в честь святителя Архангела Михаила. Чин великого освящения совершил епископ Барышский Инзинский Филарет. Он же провёл праздничную литургию. Подробнее расскажут наши коллеги из Павловского района. Накануне праздника собор Архистратида Михаила и прочих небесных сил бесплатных состоялось особенное событие в селе Баевка Николаевского района. Просвященный филарет-епископ Барышский Инзинский совершил чин великого освящения местного храма. Село Баевка с численностью жителей более 1500 человек – большое и дружное. И жители здесь трудолюбивые и покобоязненные. Храм в селе Баевка открыт одним из первых после десятилетий поковорчества. По молитвам и многочисленным трудам его настоятеля, протоиерея Алексия Новицкого сегодня он удивляет своим благолепием. В этом году приход отмечает свое 30-летие. За эти годы меняли социально-экономические и политические события. Но неизменным оставалось одно – вера людей в милосердие Божие и заступничество небесного покровителя. Сегодня был большой праздник в моем родном селе. Сегодняшнее мероприятие еще больше даст людям веру, веру в нашу победу, веру в свою силу. Владыка Филарет часто посещает Николаевский район, отмечает особый молитвенный дух наших земляков. Радует, что в атмосфере любви, добра и взаимной поддержки выросло новое поколение. Владыке Филарету за праздничную литургию сослужили братья Святой Богородицы, Казанского монастыря и Священства Барышской ипорхии. Отрадно, что среди них молодые священнослужители, несущие мир глаколы Божьей. Несомненно, им будет легче найти подход к виновным сердцам и душам. Храм – это место, где собираются люди, чтобы помолиться, почувствовать благодать Святаго Духа, который снисходит от молитвы. Здесь чувствуется вот эта благодать. Хочется верить, что совсем скоро в престольный праздник на службе будет еще больше молодых лиц. 23 ноября в Ульяновской области ожидается пасмурная погода, пройдет мокрый снег с дождем. Температура днем составит плюс 1 градус, ветер юго-восточный до 11 метров в секунду, давление 751 миллиметр артутного столба. И это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.30, 20.30 и 23.00, а также на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова